Всем привет, с вами Слай Фокс с командой Ангелов Чарли, как вы видите, с вами еще Серафим и Дрэгтон, всем хеллоу. Тема нашего летсплея, а это летсплей, не ждите каких-то лаконичных обзоров, мы будем бегать, разносить мобов и триндеть на всякие темы, в основном о сезонах, а их очень много интересных, ладно, давайте помогайте, ребята. Весна, осень, лето и зима, это 4 основных сезона, есть еще сезоны в сериалах, теории Большого Взрыва, их 7, но я так понимаю, это не те сезоны, да? Я по мультикам выступаю, слушай, отстой, меня глючит, вообще печаль. Вот, касательно сезонов, то есть мы уже, честно говоря, немножко в шоке от таблиц рейтинга, там в основном, например, нам непонятно, как чувак за 2 часа набил 70 уровень, то есть. То есть, первый человек на евросервере заработал ачивку достижения 70 уровня в течение 2 часов с момента вообще открытия сезона. Да, причем, поскольку Blizzard засчитали эту ачивку, значит, она была без читов. И мы, честно говоря, я даже думал снять какую-то программку, типа, знаете, как раньше была реклама, там, как прожить день на 10 рублей, в общем, она заканчивалась тем, что, ну, никак. Но, честно говоря, и то же самое снять летсплей, там, двухчасовой, там, как набить уровень, где я, там, типа, пытаюсь как-то набить, но мне кажется, это невозможно даже в теории. Это нужно вместо компьютерного кресла поставить под себя унитаз, капельницу из кофе с энергетиками, пластырем глаза приклеить, чтобы не закрывались. Все равно не поможет. Понимаешь, что ли, одно дело, если там задротить сутки, двое, это другое дело. Так чувак за 2 часа набил, то есть 2 часа, это я не знаю. Что надо делать? Я столько вставляю с реальным. Это надо, или, чтобы у тебя дядя был в Близзардах, или я не знаю тогда как. У тебя нет дяди в Близзарде? Хотя бы уборщиком, чтобы он мог пробраться туда в контору на сервера, там, понабивать что-то на клавиатуре, там, циферки сменить, первый уровень на 70 уровень, и набить еще уровней 200 парагона хотя бы. Или, не знаю, на серверах ведро с водой пролить там включайно. Так, сейчас мы калюньке нашему поможем. Бах, провода, замыкнулись. Нам вообще, ребята, идти ни сюда, ни туда. В общем, логово падальщиков. Кстати, это уже не первые попытки летсплея на сезоны снять. В прошлый летсплея снялся, у нас там было очень много классных плоских шуток. Он закончился жуткими багами и вылетами, потому что все, как чумачечи, ринулись играть в сезоны. Это означает, что сезоны все-таки актуальны. И много кому интересно. Толя, кстати, отметил начало сезона умершлением своего крестоносца на геройке, да? Не, не крестоносца, чародейку, да. Из-за лагов. Ну, сам виноват, конечно, упанул. Играл в одиночной игре с лагами, еще комп при этом глючил. Это был ритуал жертвоприношения в честь открытия сезонов. Я любитель острых ощущений, поэтому нормально. Это был, ребят, на будущее, если начинаете сезоны на геройке, начинаете сезоны по второй, да? Нет, чтобы все было удачно, нужно принести в жертву кого-то на геройке все-таки. Ну, ты, я принес жертву и пожарнение. У меня все хорошо, но у меня глючили, не знаю, такое у меня впервые. И, честно говоря, не знаю, стоит ли публиковать такое видео, конечно, стоит. Все, чтобы вы знаете, что все правы, правы, лидерная ваша игра, иногда бывает подтормаживает, так что компенсируйте. Компенсируйте, не выдержит сервера таких многого дня. Мол, конечно, он тормаживает, мне уже что-то выпало интересное. Вот это все жертвоприношения, я обряд. Так вот, секрет их провел, еще возле системного блока, там петуху горло порезал кровью вокруг кресла компьютерного полил, так что все нормально. Какой обряд нужно сделать так, чтобы заработать вот эти ачивки, которые, ребята, на Евросервере, да? Нет, не только это. Душить дьявола продать нужно, и то недостаточно. Ладно, хрен с ним, с этой ачивкой за два часа, но уже люди спустят сколько, пару дней, уже на героике 30-й портал уже распечатали. Я в шоке. Ну как? Ребята, вот кто знает, вообще, вот расскажите. Я знаю, что надо сидеть там, сидеть, не вылазить, понятно, это само собой, но даже если я буду сидеть, не вылазить, у меня оно так не получится. Да даже если в пати в четвером, ну... Да если мы в десятером будем в пати, это все равно не прокатит. Сложно поверить, да, если честно. На самом деле, еще, если кто знает, как так по-быстрому раскачаться за два часа, тоже расскажите, потому что, честно, я в теории не представляю, может, за счет того, что я не играл классами Демонхантера или Монаха, может, я что-то не секу. Ну, я играл, я все равно не секу, поэтому мне это не спасло. Я всеми классами играл, ничего такого. То есть, может, там какие-то... Ваши варианты пишите в комментариях, мы посмотрим, может, даже и попробуем. Да, что чувак за два часа с нуля до 70-го раскресал, то есть, у него не было ни кольца адского пламени, никаких там... Да, совершенно верно. Корон, Шмарон, Леорика, то есть, никаких бонусов к опыту не было. Совершенно верно. До старта, и поэтому... Да, ачивки это такое... В общем, да, как мы говорили, много очень интересностей и вкусностей. Например, мне очень нравятся добавочные новые всякие свойства, легендарка. Как приняли старые легендарки. Да, приятный бонус, кстати, к Короне Леорика, полюбуйтесь. То есть, плюс 80% коэффективность любого самоцвета. Короче, она стала приятной. То есть, к примеру, если там 12% скорость кулдауна, это, получается, будет 24% скорости кулдауна. Это для любителей архонтов. Или опыта, допустим, камень вставить. Будет почти в два раза больше опыта. Да, ну, в общем, можно, на самом деле, с помощью этих новых вещей, довольно прикольный, интересный, а главное, эффективные билды. Собирать. Просто я, честно, не понимаю эту телегу Близзарда. Вот, типа, полюбуйтесь этот билд, там, варвар, речься в варвар. Да, с ним вы не сможете на шестерке бей, хотя максимум на обычном уровне сложности, но он интересный и необычный. Я не знаю, тогда надо собрать, знаешь, билд полностью из белых шмоток. Просто для разнообразия, а ха-ха-ха, тупо для себя поржать. Да, то есть, ну, я считаю, что любой абсолютно билд, какой бы ты его из головы ни брал, но он, по крайней мере, должен проверяться на пятерке, шестерке. То есть, билд, в первую очередь, эффективный был. Да, потому что... Не, ну, не все же будут бегать на пятерке, шестерке. Даже не все проходят игру, я тебе так даже скажу, дальше, чем вот на самой легкой сложности. Один раз компанию прошли, и некоторым и этого может хватить. Тоже верно. Ну, то есть, не все же такие безнадежные задроты. Кто первый раз проходит компанию, тот говорить о билдах ему смешно просто, потому что... Ну, конечно, ему они зачем. ...билды, это, как минимум, там, сотый-двухсотый левел парагона, когда ты уже набил какое-то количество шмоток, и у тебя есть выбор. Вот, поэтому, в любом случае, билд должны быть направлены на тех людей, на, скажем так, задротов в средней руке. Да. Ну, давай к нам говорить. На нас. Еще, кстати, по поводу легендарных вспомнил классно. Ну, помимо того, что просто двуручки улучшили, мне очень нравится, как сделали эту булаву двуручную гарнила, которая дает плюс 50% урона особым монстрам. Я видел у людей в сезоне уже классные билды на эту тему, когда выгоняют по максимуму урон особым монстрам, и я представляю, какое там потрошилово. А еще плюс легендарный камешек, который увеличивает урон после убийства уникалу. И вот адская потрошилова. Да, еще хотел поднять такую тему для тех, кто в танке или не в курсе. Возможно, это будет не новая информация для кого-то, но если заметите, хайлевела, то есть действительно люди, которые шарят, не гонятся за ДПСом, то есть демейдж пер секонд или стойкость. То есть в основном выкачка урона идет за счет урона от стихии и урона по основным, вернее, урона по элитным монстрам, по особым монстрам. Там есть такая ачивка. Вот эти маленькие приписочки. Да, и вы можете посмотреть, в принципе, топовые все персонажи, то есть у них показатель ДПС, ну, такой средненький или смешной, но они выруливают за счет свойств легендарных вещей, и именно за счет урона особым противникам. Там есть кольцо такое, и орданов камень. Вот появилась булава, Толик рассказал. Потом, ну, тут я, к сожалению, не покажу, потому что это мы только качаемся. В наличии, да. Да, то есть... Ну, тут тоже еще зависит от того, чего человек хочет и в каком стиле играет. То ли в соло, то ли в пате. Кто-то ориентируется на пате. Вот мы с Сережей видели очень интересный билд у Монаха. Ну, как даже не совсем билд, а просто шмотки таким образом подобраны. Две легендарки, я, честно говоря, не помню, как называется кистевое оружие, такие две кувалды. Да, у каждой из них... В руках. У каждой из них почти... Сколько там шансов? Под 50. Да, 40-80 с чем-то процентов углушить цель. Причем одинаковые легендарки. Два оружия. Урончик у него вообще никакой. Но зато... Причем там как схитрили. Вкачан как танк. То есть он залетает... Да, залетает в кучу в пате, глушит всех, принимает на себя урон. Остальные дэдэшят и выносят. Ты скажи, как ребята схитрили тем, что одели две одинаковых легендарки. Да, вот я сначала захожу, думаю, ну, наверное, трансмагрификация там сделал. Просто две красивых легендарки. Смотрю, в одной руке такая, и во второй так. Не поменяно, стоп, секундочку. Как такое может быть? Оказывается, одна легендарка у него топовая, а вторая вообще там какого-то 48 уровня. Но за счет бонуса к оглушению, да, можно наносить вместе. Очень грамотно. А бонусы грамотовые там и там, собственно говоря. Совершенно верно. И оглушение там 80% вероятности. Это вам не полтора процента у волшебника замолвано. Так у него еще там где-то плюс. Там саму лето идет. Как оглушение у шмоток, да. Не только у оружия и у остальных там экипировки. Но вот это уже на тему интересных, оригинальных билдов. Да. Насчет интересных не знаю. Интересных. Рекламка такая небольшая. Я там делал видеообзор на колдунах, кто еще не знает. Самый очень эффективный билд, я бы назвал его самой эффективной. Самой эффективной билд. Да, потому что в топовых рейтинговых таблицах сезонных этот билд на колдунах занимает первые места в основном в патте. Чтобы вы знали, этот билд переходил из поколения в поколение. Ему бабушка его рассказала. Да, эта информация считалась секретной, была засекречена многие годы. Ну, вообще думали, этот билд был утерян, рецепт этого билда, но нет. Его бабушка все-таки оставила. Досталось наследство, Ярик решил великодушно поделиться со всей комьюнити Диаглум. Он мне рассказывал о плесень в прошлогодней кастрюле. С священными сокровенными знаниями. Да, да, и такая. Спасибо, что дал мне жизнь. Поделюсь-ка с тобой билдом. Вот, поэтому переходите по ссылке. Довольно читерский билд. В общем, сейчас посмотрите, кому может понравиться. Советую посмотреть всем, даже не обязательно тем, кто играет за колдуна. Просто ради любопытства и интереса заценить. Так, все, реклама закончена. Информация прозвучала. А прокладки мы не будем рекламировать? Не сегодня? Прокладки. Просто нам проплатили прокладки. Там еще чисто тайт был порошок. Но ладно, я уже его прорекламировал. Не знаю, просто мы на обычном уровне сложности, поэтому... Ну, это чтоб мы не так тупили. Да, ну это, наверное, я просто спутал прокладки с памперсами и понял, что телегу с этой шуткой не получится прогнать. Не прокатит. Потому что мы вчера на мастере играли, и что-то как-то вспомнили, что означает сложно. Попа-болна-болна. Попа-болна-болна. Так что у всех подвисает игра или такого... А у меня и у Ярика. Ну, только у тебя и у Ярика. Толик как сюда весь пинг забирает. Да. Я просто поставил пассивку. Поглощение пинга. Да, чуть меньше урона, конечно, но... Зато игра идет гладенько. Зачем скромничать? Просто признайся, что у тебя шнур напрямую прокопан туда, к серверу Близзардов. Ну, давай ты вольнем. Ну, правильно, через ядро земли. Давайте вольнем их. Давайте вольнем их. Может, не надо, ребят? Надо. Ну, а нечего тут прохлаждаться по полям. У меня уже в сумке нет места. У меня тоже нет. Да, погнали в город. У нас одна сумка, скорее всего, на двоих. Скорее всего, да. Кстати, очень даже интересно. Вот сейчас бегаем тремя... Чародейками. ...волшебницами из страны ОЗ. И все они наэлектролизованы. Ну, молния на каждой. От каждой периодически столбы молнии. Вот гроза такая. Вот представьте, от троих. К слову, касательно... Просто самый эффективный, как по мне, и... У меня просто основной персонаж Чародей, поэтому... Вот. И я понял, что самый эффективный билд с нуля, то есть, который проще всего начать, это на молнию, на оглушение. То есть, в принципе, урон хороший и станет. И плюс ко всему, все скиллы, грубо говоря, можно выточить на оружие. К примеру, магическое оружие, электризация, магический доспех, пассива кучу, гидра, даже снежная буря, и та почему-то бьется... Молния, и увеличивает урон от молнии. Ну, плюс правильно ты говоришь, он как начальный хорош, потому что не требует особых шмоток. Ну, вот, поэтому, в принципе, если начинаете за визор, да, советую вам этот. Кстати, хотел, вот, пользуясь случаем еще показать, мне выпала первая легендарочка, именно сезонная. Это змеиный жезл. А, это не то. Так, пока я выкину ее в чат. Я вам даже в чатике ее скину, вы там у себя покажете, а я все так напрямую покажу. То есть... Да, интересная легендарочка. Нет, нет, так такая была, змеиный жезл был. Нет, не было, не было, не было, не было. Да был, я была. Мне он выпадал не раз, не было, не было. Вот, опозорился на весе. Да, тут и нет. Тут я в БТТС играл. Да, да, тут и попутал. Полгода назад. Там в скриншотах. Начинайте. Когда сезон начинался, она была в скриншотах. Вот, 50.80 в короне Леорика, это действительно новое. Не, ребят, вы тут извините, я... Это все мои воображения, Ярик. За чередей я уже играю давно, поэтому тут вы меняете. Мне она выпадает первый раз. Ну, этого не надо. Сыграю, сказываю. В деле, да, в Диабло? Две. Вот, то есть она выпала, а это сезонная. То есть... Колечко, то тебе... Мне, кстати, выпала сезонная такая штука, смотрите. Переливающая слеза, как вам? 24 штуки сразу, да? Да, сразу 23. Мне такое раньше не упадало. А вот еще есть такое обычные обломки. Тоже такая классная сезонная вещь. Нет, чувак, вы не сравнитесь. Я вам сейчас в чат скину. У меня вообще самое крутое, что может выпасть в сезонах и вообще в Диабло. Я сейчас в видео вспомнил, вот этот танцующий Петросян такой. Он танцует и кривляется. Вот не знаю, почему я вспомнил. Или классно было сейчас здесь заставку. На баяне наши магички играют, как вариант такой. Да. Старый потрепанный баян. Баян, да баян. Не, у меня еще для этого случая есть такая картиночка, там где голова Мартиросяна подставлена к огромному бодибилдеру и написано «нашутил». Да. Так что это как раз тот случай. Колечко нужно кому-нибудь? На самом деле мы играем тремя симпатичными. Как по мне, после «Монахини» чародейка самая симпатичная. И нам, скажем так, позволительно глупые шутки, поскольку все, наверное, смотрят сейчас на наши сиськи и длинные стройные ноги. И сами мы очарованы нашими чародейками. Говорите за себя. А, та тоже, кстати, это в ряд. Мы по-тупому шутим, потому что смотри, какая жарость. Так, все. Я, так понимаю, вы одной рукой играете, да? Я тремя. Так. Лево. Как раз даже когда ты фигню несешь, скайп понял, даже подвисает, как раз я не слышно было, так что нормально. У меня фитры стоят. Не, 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 я не знаю, что в этом. Так, так что смысл сезонов, кстати, что мы тоже хотели рассказать. Смысл в том, что по рейтинговым таблицам. Это экзистенциальная игрушка. Все, какая какая. Все, все, просто и к тому, что уже 20 минут прошло. Ничего страшного. Прокращайно эти двери удовлетворяются, мысл сезонов в том, что есть рейтинговые таблицы. Погадай. Да, давайте все вместе говорили, кто хочет померяться своими силами. Спасибо, на этом мы... Что ты мне, спасибо. Пожалуйста, я уже сказал. Всех всегда, пожалуйста. Ну да, я уже многое все хотел рассказать, но перехотел. Ладно, ладно, все. Не обижайся. Я думал, ребятам мы просто хотя бы чуть-чуть расскажем в летсплее сезоном все-таки о сезонах, хоть немножко. Вот, можно было в двух словах. Вот зачем сезоны, по вашему мнению, созданы были? Слово передается вам. Это эритрический вопрос. Во-первых, это еще одна возможность обновить ощущения, начать все заново, скажем так. Вспомнить молодость. Освежить впечатления по Диаблу. Во-первых. Во-вторых, новые уникальные шмотки, которые... Пока идет сезон, а не только в сезоне. Потом они, конечно, поступают в обычную добычу во всех режимах игры, но есть возможность порадоваться ими чуть раньше. Да. В-третьих, снимать баянистые летсплеи. Тоже неплохо. Это можно всегда делать. Все задумались. Зачем еще сезоны нужны? Для того, чтобы новые скины для трансфангарификации получить, достигая 70-й уровень. И вообще вот в каждом новом сезоне будет новый скин. Мне кажется, мы последнюю минуту каповствуем. Нет. Это новая информация, которую нигде еще не выкладывали. Это никто не надо. О, слышь, мы вообще можем претвориться на самом деле. Привет, с вами Слайфокс, это первая минута там... Мы были в новой сезоне, да. Только пять минут назад открыли сезон. И мы уже накачали на 52-го лао. Блин, вот надо было так и заснять. Там же время, можно будет это подтереть в фотошопе. Да, да, все с собой собой. У меня просто дату пишет, что это уже месяц спустя запуска этого обновления. Да, и на YouTube подрегулировать. Так какая разница? Мы же не стрим снимаем, не в прямом эфире. Мы летсплей, ну, сняли месяц назад, получается. Да. Все норм вообще. То есть... Да, ну, так нормально. Уже 2018-й год, а мы 52-го. Будем... Будем 4-го левела. Будем лжепетрами. Да, это не Петр. Только Лжи-Толик, Лжи-Ярославль. Я предлагаю героически вольнуть Мясника и на этом закончить данное видео. Согласен. А, блин, не, ребят, до Мясника еще надо дойти, а это у нас еще минут 10 займет, у нас уже и так вылезло за 20 минут, поэтому... Я предлагаю... Регламент. Да, регламент, потому что YouTube ругается, что слишком большие видео. Вот, и они у меня заливаются еще хрен знает сколько. У меня аж интернет на угле работает. YouTube жалуется, что если наше видео дольше 20 минут, обзоры, то все внимание на себя со всего YouTube просто концентрирует и ничего остальное невозможно смотреть. Мы давай видео, если хочешь, в двух частях просто разобьем, да и все. А можно и так. Нафиг, лучше мы в следующий раз... Давайте ждите летсплея на 70-м уровне. Мы подготовим для вас новые боярные торможки и другие музыкальные инструкции. Куча всяких новых клюшек, да. За пару лет как раз закачаемся. Сыграем на Банжо и Укулеле в прямом эфире. Да, и какие-то прикольные, не знаю. В общем, назовем нашу команду по умолчанию Ангелами Чарли, потому что я не знаю, как еще назвать трех Чарадеев. Интересно, чья это инициатива была. Я не знаю. Так что, заканчиваем, да? Ладно, да, всем спасибо, подписывайтесь, ставьте лайки, кому понравилось, обсуждайте в комментариях, пишите ваше мнение, как все-таки можно было так быстро раскачаться и подостигать столько ачивок. Да, и если у вас уже появились какие-то свои интересные истории, мнения о сезонах, тоже сообщайте. Нужны ли они вообще? Да, немножко на спойлере, в будущем еще хочу снять видеообзорное, интересный также билд на Чарадеев, который не позволит вам заскучать, скажем так. Ну, в общем, ждите, до новых встреч и всем, всем, не знаю, что надо говорить. Всем приятных столбов и побольше, чтобы они торчали все вверх и играли рыжими и зелеными цветами. Не, не, а вот они торчали вверх опять, мы же говорили, здесь, короче, без никаких шуток, рыжие столбы вверх. Да, мама будет другаться, она тут рядом сидит, слушает. Ярик, Ярик, что ты опять там снимаешь? Ой, это у тебя там, да? Мама, потому что, просто. Ладно, все, все, всем спасибо, пока. Всем пока. Пока-пока.